Детская развлекательная передача «Маленькая страна» Расскажи, пожалуйста, когда ты начала танцевать? Я начала танцевать, когда мне было три. А кто тебя привел в танцы? У меня у мамы была близкая подружка, и она хотела дочь отдать в танцы, и она предложила мне, и мы несколько уроков пошли вместе, она бросила, но я предложила. А ты с детства и сейчас танцевала? А когда было труднее? Ну, сейчас, потому что я начала более профессионально, я начала больше трудиться. Какие виды танцев ты танцевала? Балет, джаз, акро, хип-хоп и контемпорий. Какие у тебя любимые танцы? Балет и контемпорий. Ты очень устаешь? Да. А сколько раз в неделю ты занимаешься? Три раза в неделю по три часа. А что ты достигла за эти годы? В этом году у меня была соло, называлась Ава Мария, была контемпорий, и я с ней выиграла первое место по всю Антарию. А ты гордишься этим? Да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Сбрось в одеяло сбитые коленки И не счесть царапинь Непокорный чубчик подбородок папинь Приоткрылись губки в радостной улыбке Пусть ему приснится золотая рыбка И шепчу, о Боже, отведи напасти Спит мое большое маленькое счастье Когда вы начали играть на гитаре? Вообще-то я учился в музыкальной школе по классу скрипки и на пианино А на гитаре меня научили играть мальчишки во дворе И они даже не знали, что такое доре ми фа с воля си И просто показали мне четыре аккорда Но я знал нотную грамоту И это мне потом помогло самому продолжить учебу игры на гитаре Что вы пожелаете нашей маленькой стране? Я бы хотел пожелать вашей маленькой стране Чтобы она становилась больше Больше друзей, больше песен Творческих вам успехов Спасибо А вы нам что-то напишите? Обязательно напишу Спасибо большое, мне очень понравилось Надеюсь, нашим друзьям тоже понравилось Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Меня зовут Петя, мне 6 лет Я хочу все знать Там рыбки плавают Не знаю Я так люблю плавать Рыбки там лежат под водой Но я никогда не плавал под водой Я тоже хочу с ними плавать Там так красиво под водой А там с акулами А наверно страшно плавать с акулами А как вы думаете, ребята? У меня есть подружка Эва, которая говорит, что не страшно плавать с акулами Моя подружка Эва присылала фильм, где она плавать с акулами Давай посмотрим? Давай! Моя подружка 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 А, я понял, чтобы плавать с рыбками, нужно взять трубочку. Я хочу все знать. Куда же приедет веселый чемоданчик? Субтитры сделал DimaTorzok Here is the video from our correspondents that they shot a magnetic hill in Moncton. This magnetic hill is an example of a gravity hill, a type of optical illusion, created by rising and descending Terran. When we look at the hill, it looks like it's going up, but in reality it's a downhill and it is going down. So when you put the car in neutral, it is going down. It's a type of illusion that is messing with our brains, and you can see it in this video. Music 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 Wow, that was such a good video. And I have good news for you. There's one magnetic hill here in Ontario. In Ontario? Yes, and I've been there. It's in Caledon. I'm going to show you a video. We're on the magnetic Caledon hill, and the car is driving by itself. I even saw it myself. The car is on neutral. Look, it's going up the hill by itself. No way. It's impossible. I put the car in neutral, I remove the gas from the brake, and what's going on? It's going up. It's going up. Look, Cindy, we're going up to the top of the hill. The car is on neutral. How? I don't press the brake, 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 I don't do anything, and it's going up. It's going up. It's going up. Look at me. Look at Cindy, without anything. It's going up. It's going up. It's going up. I really enjoyed travelling with the seola-chemadan. I hope you enjoyed it too. See you next time. В эфире нашей новости. За окном сентябер. Это значит, наступила новая школьная пора после жаркого лета. Как готовы к школе, к новому сезону? Смотрим репортаж корреспондента «Маленькая страна» Захара о Rutherford Private School and Daycare. Доктор Игорь, расскажите, пожалуйста, о вашей школе. Радерфорд School. Я тебе так скажу. Мы организовали свою школу 15 лет тому назад. Для нас этот год является юбилейным. В Радерфорд School сегодня приходит около 150 человек детей. Приходят дети от 18 месяцев, от дверей детского сада до 18 лет, до дверей университета. Наш самый главный лозунг, к которому мы придерживаемся, мы научим вашего ребенка быть умным. Потому что самое тяжелое в этой жизни оказывается быть умным. Потому что простым быть очень легко. Простому все по плечу. А вот быть умным, когда тебе все по макушку, очень сложно. Поэтому нужно очень долго тренироваться, чтобы быть умным. То есть Радерфорд School это школа для детей, которые хотят быть умными. А как вам пришла идея создать школу? Идея была очень простая на самом деле. Мне всегда нравилось общаться с детьми. Еще с 1995 года я начал работать в университете. И начал учить молодых людей, как программировать, как собирать разные электронные схемы, как делать первую аппликацию для Google. А потом, уже попозже, когда мы приехали в Канаду, мне показалось, что я не могу найти то, чем я хотел бы больше всего заниматься. Я решил открыть школу. И многие знают в нашей комьюнити школу Элигор. Это был 2001 год. Много детей хотелось стать программистами, потому что программистам было быть очень почетно. И сейчас почетно, но тогда было особенно почетно. Потому что платили в то время очень большие деньги программистам. У меня через два года стали появляться дети, которые уже в школе в 11-12 классе могли зарабатывать по 40 тысяч долларов, потому что они стали умными программистами. И вот таким образом мы стали развиваться. Начали учить детей уже не только программировать, начали учить математики, начали учить физики, начали учить химии. Потом появились маленькие, потом появились самые маленькие. И вот сегодня мы стали такой большой школой, знаменательной школой. Радерфорд школ. К нам приходит 150 человек детей. Это много, потому что 150 человек детей. У каждого ребенка есть родители, дедушки, бабушки. Мне в течение недели приходится общаться. Наверное, человек 500 ко мне обращается по разным вопросам. Ну и вот руководим таким большим хозяйством. А вы с детства мечтали быть директором? Я хотел быть. Руководителем я хотел быть с детства. Но я всегда думал, что я буду руководителем какой-то большой научной организации. Ну и стал руководителем вот такого большого научного центра, который называется Радерфорд School. А кстати, ты знаешь, почему школа носит имя Радерфорд? А почему? Потому что был такой очень знаменитый ученый Эрнест Радерфорд. И в 1911 году он получил Nobel Prize за то, что он сказал, а из чего же все-таки состоит наш мир, из чего состоит атом. Вот в честь ученого Радерфорда, в честь ученого Эрнеста Радерфорд мы называемся Радерфорд School. И надеемся, что в наших партах, за нашими партами, вырастут новые лауреаты Нобелевской премии. На каких языках у вас классы идут? Я тебе скажу так, так как в наши классы приходят дети, и даже если они приходят из нашего русскоговорящего комьюнити, то однозначно вам удобнее, чтобы мы с вами разговаривали на английском языке. И поэтому все мы классы введем на английском языке. Опять-таки, к нам уже не приходят только дети из русскоговорящего комьюнити. К нам приходят все дети, помнишь, я тебе говорил, родители которых хотят, чтобы дети были умными. А и в китайском комьюнити есть такие родители, и в иранском комьюнити есть такие родители. То есть к нам приходят дети, которые не говорят только по-русски, а говорят на языке умных людей. Поэтому мы стараемся с ними говорить на умном языке, и один из таких языков — это язык английский, потому что на нем накоплено сегодня самое наибольшее количество информации на Земле. Поэтому говорим со всеми детьми на языке английском. Если вы были ребенком, вам бы интересно было ходить в такую школу, как ваша? Ты знаешь, я думаю, что для того, чтобы случилось что-то материальное, ты об этом должен мечтать. И когда ты это мечтаешь, то рано или поздно твои мечты осуществляются. Когда я был ребенком, я очень любил, как и многие папы, а может быть и мамы, я очень любил там собирать какие-то механизмы, какие-то машины. Там у нас были взрыв-пакеты когда-то, мы делали воздушное ружье, мы делали тачанку, мы делали радиостанцию. И я считаю, что мне это в жизни очень помогло. Из-за того, что мне было интересно трогать руками, а потом думать головой. Невозможно только трогать и никогда не думать. Невозможно думать и никогда не трогать. Потому что надо думать и трогать. Если я был бы ребенком, я бы пришел к своему папке и сказал бы, папка, давай мы пойдем в Раддерфорд Скул. Потому что не знаю, буду ли я инженером когда-нибудь, не знаю, буду ли я пианистом, не знаю, буду ли я великим Ван Гогом. Но я хочу, чтобы возле меня был учитель, который будет меня учить мечтать о моем будущем. Потому что если я буду мечтать как ребенком, то когда я вырасту, это обязательно сбудется. Увидимся в следующий раз на девятом канале. Спасибо. До свидания. Здравствуйте. Сегодня мы открываем сладкую страничку на десерт. Сегодня мне будут помогать Сережа и принцесса София. Мы приготовим для вас полезный вегетарианский чизкейк, который не содержит глютена, масла, не содержит вредного белого сахара. Пока я расскажу вам, какие ингредиенты нам необходимы для нашего чизкейка, Сережа и Сонечка нарежут нам кружочки, чтобы проложить в форму, чтобы было проще вынуть наш чизкейк. Для первого этапа, чтобы сделать основу чизкейка, нам понадобится миндаль, один стакан, миндаль выдержан 8 часов в воде, финики очищенные, полстакана, щепотка корицы и щепотка соли. Мы смешали миндаль и финики и у нас получилась вот такая масса. Теперь мы будем раскладывать ее в формочки и сделаем основу для нашего вегетарианского чизкейка. Еще чуть-чуть. И вот, что у нас получилось. Теперь мы переходим ко второму этапу, собственно, к самому чизкейку. Для чизкейка нам понадобится 3,5 стакана орехов кешью, которые мы продержали в воде не менее 4 часов. Нам понадобится ровно один стакан меда, полстакана воды, полстакана сока лимона и ровно один стакан кокосового масла, который мы растопили в микроловновке 20 секунд. Ну что, ребят, поработаем вместе? Да! Будем взбивать! Сначала на маленькую скорость нажимаем на кнопочку. Теперь по следующей скорости и на самую высокую скорость. Теперь ту массу, что у нас получилось, мы разделим на две части. И Сережа добавит плуберис. Можете использовать малину, любая ягодка подойдет. Нажимай сначала сюда. Теперь мы разливаем нашу массу по формочкам. Понемножко в каждую. И вот что у нас получилось. Первый этап мы закончили. Наш чизкейк залит с добавлением блубри. Теперь нужно наш трейль поместить в морозилку на 10 минут. И у нас есть еще вторая половина нашей массы, в которую нам нужно добавить какао. Теперь какао у нас уже подмешано к нашей второй части чизкейка. И мы будем заливать второй слой сверху. Это доверим Сереже. Пожалуйста. Спасибо. Итак, мы продержали наши полезные чизкейки 4 часа в морозилке. Теперь мы будем вынимать их из формы. Украшать мы будем тоже полезным кремом, который также сделан из орешек кешью, корицы, миндального молока и меда. Держи мешочек и делай все, что ты хочешь. Теперь будем украшать свежими, полезными ягодками. И этот полезный вегетарианский чизкейк вы всегда можете приготовить на десерт. Вегетарианский чизкейк Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова